Не жалейте денег на здоровье У родині Світлани Шкурко медичних працівників не було. Вона зі шкільної лави наполегливо прагнула стати лікарем. Закінчила Серединобудську загальноосвітню школу із золотою медаллю. У 17 років успішно складає вступні іспити і зараховується на перший курс Тернопільського державного інституту на факультет «Лікарняна справа». Інтернатуру Світлана Володимирівна проходила у Шосткинській районній лікарні у терапевтичному відділенні, оскільки отримала державне направлення працювати викладачем внутрішніх хвороб студентам Глухівського медучилища. Перспектива викладацької кар'єри зовсім не надихала Світлану Шкурко, тому вона переїздить до Сум. У 1992 році стала частиною трудового колективу «П'ятої лікарні». Впродовж 11 років пропрацювала у поліклініці дільничним терапевтом. З листопада 2003 року Світлана Володимирівна – завідувачка терапевтичним відділенням. У вашій сім'ї не було медичних працівників, але ви обрали непростий фах стати лікарем. Чому саме? Я не знаю, чому так прийшло. Я хотілася бути доктором. Причому не було ні медсиста, не було нікого в сім'ї, щоб займалися медициною. Чому-то так прийшло. Я закінчила школу. У мене не було ще 17 років. Поехала в Тернопіль поступати в інститут. Це ж тогда була така программа. Там був ректор сам із Сум Смеян Іван Семенович. І по цьому, в общем-то, предпочтение віддавалось абитуриентам, які приїжджали із Сум і з Сумської області. Вот я приїхала і закінчила школу золотою медалю. Тому я почему-то була дуже уверена, що я здам один предмет і сразу же поступлю. Але, увы, не тут-то було. Во-первых, для мене було шоком, що екзамен, який був першим профилируючим, це була фізика. Фізика, звичайно, замечальний предмет, але почему-то ми з ним не дуже дружили. І коли я здала фізику на 4, увы, прийшло здавати все остальні предметы. Ну, слава Богу, я здала. Слава Богу, мене зачислили. Ну, во-первых, ще не було 17 років. Я всегда маму спрашиваю, як ты не побоялась мене отпустить такую маленькую юну девушку, кто зна куда, за 1000 км, абсолютно незнакомий город. Мама со мной приехала, ми только здали документы, потом все, я была предоставлена сама себе. Здала екзамен. І коли я увидела себя в числе уже поступивших, для мене це було просто неимоверно шок. Звоню маме, я, наверное, такая очень впечатлительная. Звоню маме, і я за слезами, мама вообще ничего не слышала. У нас, Светочка, ну, успокойся, ну, не поступила, поступиш в следующий раз. Светочка поступила с первого раза, потом, в общем-то, все уже началось, и обратного пути уже не было. В больницу я пришла в 92-м году и стала работать участковым терапевтом. Работала участковым терапевтом в достаточно длительный промежуток времени, 10 лет. И потом в один прекрасный момент наш директор решил, в общем-то, что я могу больше, чем быть участковым терапевтом, предложил мне возглавить терапевтическое отделение. Опять же, был очередной шок, когда ты работаешь в поликлинике, амбулаторный доктор – это одно. И прийти в стационар, не знать вообще ни стационарной работы, ни специфики, ничего. Говорю, наверное, у меня не получится. Все, у тебя получится. Вот получилось, с ноября 2003 года я возглавляю это отделение. И, в общем-то, я думаю, что успешно. Працювать с пациентом – это действительно непроста работа. Я вижу, что вы и до сегодня переживаете эмоции, уже сколько лет прошло. Но за каждое слово пациента вы принимаете. Как действительно справиться со своими эмоциями и идти дальше, так? И идти дальше, лековать хора. Ну, эмоции, в общем-то, они только приходят, а потом концентрируешься, собираешься, другого выхода нет. Есть один такой венгерский ученый, который сказал, что самое главное лекарство для пациентов – это прежде всего сам врач. И поэтому врач, он должен быть и владеть своими эмоциями, кроме того, что он должен быть грамотным, знать свою профессию. А дальше уже понятно, потому что, как бы там ни было, соматическая патология – это одно. А прежде всего, в общем-то, начинается контакт визуальный, вербальный пациента и доктора. А потом уже делаешь то, что нужно, согласно таких такого очень какого-то слова протокола. Дальше уже вступает в силу протокол, а перед этим начинается чисто внешнее и внутреннее какое-то, и он или есть контакт, или нет контакта. Какие особенности очолювано у вами в отделении? Кто есть вашими пациентами? С какими заболеваниями они чаще всего обратятся к вам? В отделении наше, в общем-то, до ковида, оно было рассчитано на 60 коек. К сожалению, ковид внес немножечко коррекцию, сейчас отделение на 50 коек. Терапия, это, в общем-то, или внутренняя болезнь, занимается практически всеми заболеваниями, которые или диагностированы уже, это ишемическая болезнь сердца, заболевания органов дыхания, гастроэнтерология. И пациенты поступают, как уже диагнозы установленные, онкобольные, в общем-то, после химиотерапии, для проведения симптоматической терапии. Так, к сожалению, и поступают пациенты, которые есть патология, иногда она очень серьезная, а диагноз не верифицированный. Поэтому приходится проходить достаточно тяжелый путь для того, чтобы установить диагноз, правильно назначить лечение. Значит, наше отделение открылось после ковидов буквально вчера, 8.06. Оно рассчитано на 50 коек, из них 20 коек терапии, 10 коек пульмонологии, 10 гастроэнтерологических коек и 10 эндокринологических пациентов. У нас все по профилям есть специалисты, есть пульмонолог, есть эндокринолог, есть гастроэнтеролог, врач высшей категории. Поэтому, в общем-то, мы оказываем помощь пациентам соматическим, со всеми патологиями. В чем, в общем-то, нюанс? У нас достаточно обеспечено отделение кислородной поддержкой, у нас есть 29 точек центрального кислорода, прошли уже, ну, не совсем еще, но мы проходим этот тяжелый ковидный, постковидный период. Поэтому, если пациент вылечился уже после ковида, ПЛР отрицательный, это не значит, что не осталось той же пульмонии, которая тяжелая, которая нуждается в кислородной поддержке. И поэтому, в общем-то, все эти пациенты после ковидных инфекционных отделений поступают к нам, и мы готовы, и мы можем оказать им адекватную помощь, кислородную поддержку, не говоря уже о том, что медикаментозная. В общем-то, высокий потенциал докторов, кадры решают все, у нас кадры, слава Богу, эти есть, и поэтому, в общем-то, мы спроможны оказывать адекватную, квалифицированную медицинскую помощь. Какой опыт получили вы и медицинские работники, когда вы действительно боролись с ковид-19? Как было тяжело сказать, что кто-то из пациентов, ну, помер так, родным, выбрали на себя такую ответственность? За это время, конечно, к сожалению, это очень сложный период, и я всегда говорю своим родным, близким, что, если тут кто-то говорит, что ковид – это какая-то политика, или еще что-то, к сожалению, это нет. К сожалению, в общем-то, болезнь не совсем еще изучена, она очень коварна, она очень сложна, то, что и по своему течению, потому что, как сейчас, наверное, нужно ли, нужно, очень модно стало делать компьютерную томографию, если у тебя есть ковид, и не всегда процент поражения на компьютерной томографии соответствует тяжести состояния пациента. Иногда, в общем-то, пациенты, которые поступали на КТ-поражение процент 80-90, удавалось их стабилизировать 7-10 дней, и пациенты с небольшим процентом, 10-12, в общем-то, они очень были тяжелые, нуждались в кислородной поддержке. В первое время, когда это все, в общем-то, протекало, был, то сейчас, наверное, большой дефицит кадров, не хватало ни медсестер, ни санитарок. Во-первых, это было очень страшно, болезнь, которая не изучена, опять же, мы все боялись, мы приходили в семьи, боялись это принести, но ничего, все выдержали. То есть досвид колоссальный, да? Досвид колоссальный, и врачебный, и коммуникации с пациентами, между собой, между коллегами, поэтому, да. Вы дизнались еще до вашего убедения пробудить ковидной хвори, какая большая была реакция? Ну, дело в том, что я была в отпуске, когда это все произошло, когда я вышла с отпуска, уже моей терапии просто не было, потому что здесь была, ну, в общем-то, ординаторская инфекционная отделение, я уже пришла в инфекционное отделение номер один, там был заведующий Бандура Игорь Васильевич, они уже за месяц успели, у них уже был алгоритм, в общем-то, знали, как работать, что. Ну, когда, конечно, я поднялась, так называем, так мы называли, тогда очах, это было очень, очень страшно, как-то так. Богато вы потеете в троту, да? Да, очень много, в общем-то, день на день не приходился, иногда бывало, в общем-то, много, иногда один, два, пять за сутки, поэтому, вот, наверное, октябрь, ноябрь, это был такой самый, самый страшный месяц. Не потому, что не могли, не знали, как работать, а просто это была такая вот, действительно, пик заболеваемости, потом в январе все немножечко снизилось, и опять пик заболевания в конце марта, в апреле. В общем-то, наше терапевтическое отделение были терапевтические лежка, в январе месяце ковидное отделение закрылось, и нам дали возможность заниматься нашими пациентами, потому что они же никуда не делись, больные онкобольные, тяжелые анемии, гастронологические, больные не нуждались в квалифицированной помощи, потому что, если учесть, что карантин ввели его в марте, и все пациенты практически не были, помощь медицинская была недоступна. Вот, и вот два месяца, февраль, март, мы работали, занимались своими терапевтическими больными, а потом опять пик заболеваемости, и вынуждены были со 2 апреля на базе нашего терапевтического отделения опять открыть инфекционные койки, инфекционное отделение. Отделение открылось 2 апреля, оно открылось, начали уже принимать в 2 часа, до 8 часов утра мы приняли 18 пациентов, то, в общем-то, можно представить, какой поток и какой пик заболеваемости. И, во-первых, болели семьями, болели семьями, лежали муж, жена, в общем-то, и были, к сожалению, такие печальные случаи, что кто-то из пары, ну, к сожалению, умирал, и нужно было или сказать, или не сказать, принять решение, даже это не нам больше, родственникам, поэтому это очень сложно, очень сложно, ну, такое, наверное, испытание для всех. Какие современные методы вы используете в лечении? То, что есть в отделении на 50 коек, если есть 29 точек центрального кислорода, то это, конечно, очень большое достижение, и ты чувствуешь себя безопасным, потому что в любой момент, ну, и ковидные пациенты, и пневмония, пусть ковидная, они настолько непредсказуемы, когда пациент держит сердцесатурацию самостоятельно, а это может произойти, как правило, это происходит неожиданно и внезапно, что ты можешь прежде всего оказать ему адекватную кислородную поддержку, то есть через лицевую маску дать пациенту этот такой важный кислород. Потом у нас, в общем-то, овладели, вот мы буквально за последние два месяца СИПАП-терапией, это аппаратура, которая дает тот же центральный кислород, только высокопоточный кислород, очень умная, очень хорошая аппаратура, выставляешь поток кислорода, выставляешь температуру, и пациент получает, если на центральном кислороде мы можем дать максимум 15 литров кислорода, то с высокопоточной и 45, и 50, и 60, в зависимости от того, сколько пациент нуждается, как ему нужна эта терапия. И, в общем-то, были достаточно много положительных результатов, поэтому вот. Расскажите, пожалуйста, кто есть вашим пациентом, и какой их век, и с какими диагнозами вы больше стыкаетесь в своей работе? Ну вот за 2020 год как-то вот статистику трудно провести, потому что начиная с 23 августа, извините, в больницу вошел смело ковид. А если предыдущие годы, то у нас лечилось, за год пролечилось пациентов от 2000 до 2300, вот таким образом. Естественно, была сезонность, больше в весенний, зимний период, в летний период меньше пациентов. Это больные с ишемической болезнью сердца, сердечно-сосудистыми заболеваниями, больные с бронхиальной астмой, с неймониями, с бронхитами. Онкозаболеваний очень много, потому что, говорю, это группа пациентов, которые однозначно устраиваются в симптоматическом лечении. Анемий много, тяжелых. Очень, в общем-то, к сожалению, поступают пациенты иногда запущенные, то с теми же тяжелыми анемиями, с низкими цифрами гемоглобина. Выливается все это в заболеваниях крови, в лейкоз или лимфолейкоз. Поэтому, ну, кроме всего прочего, проходили обследования молодые люди, допризывники, которые проходили, в общем-то, в военкомате годен или не годен службы. Мы их направляли к нам для того, чтобы провести обследование и сделать заключение, выставить диагноз, потому что в военкомате принимали решение, годен молодой человек служить в армии или нет. Ну, к сожалению, таких было меньше. Зараз уже спостерегается спад захворюваности, так, на ковид. И як ныне буде працювати ваше відділення? Оно будет работать на 50 коек, и у нас есть специалисты. Мы будем вести прием лечения гастроэнтологических больных. Это циррозы, это язвенные болезни, гастриты, панкреатиты, потом пульмонологическое отделение койки на 10 коек. Это прежде всего, конечно, приоритет мы будем отдавать постковидным пневмониям, когда уже, говорим, пациенты ковид справились, а не нуждаются в кислородной поддержке. И в продолжении антибиотикотерапии, то, конечно, эти пациенты будут лечиться. У нас эндокринологические больные, опять же, ковид внес свои коррективы, как бы там ни было. Больные, у которых был сахарный диабет, они очень реагировали, они стали инсулинозависимыми, поэтому нужно проводить терапию, подбирать инсулин. И, к сожалению, даже те, у кого было снижение толерантности глюкозе, тоже, к сожалению, ковид, в общем-то, внес свои коррективы. И тоже эти пациенты нуждаются в лечении на антибиотических койках для того, чтобы получить соответствующую терапию. Ну и, конечно же, остаются терапевтические койки для пациентов с другими соматическими патологиями. Чим, взагалі, ваше відділення відрізняється від інших, які є у нашому місці? Чим ви особливі? Вот СИПАП-терапії точно, наверное, нет в других терапевтических отделениях. И я не уверена, у нас же только еще два терапевтических отделениях. Это в первой горбольнице или в городской больнице. И в 2004 у них однозначно нет столько точек центрального кислорода, столько точек центрального кислорода даже нет ни в одном отделении нашей больницы. Ви, как лекар-терапевт, с колоссальным опытом, чуйная людина, что бы порадили своим пациентам, как уберегтись, как убезпечить себя от этих заболеваний? Прежде всего, это однозначно здоровое питание. Сейчас на всевозможных каналах, во всех средствах массовой информации об этом говорят. Это понятно. Во-первых, нужно соблюдать питьевой режим. Это пить как минимум полтора-два литра в день. Это не считая других жидкостей. Это только обычной воды. Опять же, нужно к этому приучать не только самих себя, а своих детей, своих внуков. Нужно учить, что нужно просто пить воду. Не всякие глупости, там, кока-колы, пепси и так далее. Просто пить воду. Побольше ходить, побольше дышать свежим воздухом. Смеяться, улыбаться. Берегите себя, своих близких. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова